Введение формата видео стало камнем преткновения для таких площадок, как Яндекс.Дзен и Пульс от Мэйл. С одной стороны, появилась куча новых возможностей. Теперь ты можешь не только писать статьи, но и выкладывать то, что ты там наснимал на свой телефон, то, что ты давно хотел выложить, но у тебя хранилось где-то в закромах. Это, конечно, безусловно плюс. С другой стороны, что, несомненно, хорошо для самой площадки и для ее руководителей, появилась куча новых блогеров. Которые, скажем так, не могут по каким-то причинам писать, но при этом снимают видеоконтент. Другое дело, что это не всегда позитивно отражалось на авторах. Скажем, и на Яндекс.Дзен, и на Пульс от Мэйл, после того, как появились видеоблогеры, после того, как появилась возможность выкладывать эти видео, существенно просел доход. Причем, можно сказать, что это совпадение, но, скажем, так происходило и на Яндекс.Дзен, и на Пульс от Мэйл. Вы держитесь здесь, вам всего доброго. Понятное дело, что, чтобы зарабатывать так, как раньше, многим авторам, хоть им это и не нравилось, пришлось снимать эти самые видосики. И поскольку многие вели раньше канал на Яндекс.Дзен, а потом, перейдя на Пульс, стали некоторые статьи дублировать туда-оттуда, то, собственно, та же самая участь постигла и видео. То есть авторы стали брать видео с Яндекс.Дзен и выкладывать их на Пульс от Мэйл. Но показатели были совершенно разные, и сегодня мы об этом поговорим. Итак, где же выгоднее выкладывать видео, и где их лучше крутят? На Яндекс.Дзен или Пульс от Мэйл? В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравиться, и мы начинаем. Понятное дело, что очень многое зависит от того, какой тематики ваш канал. Ну, то есть есть очень популярные тематики, такие как кулинария, наука, история. Есть тематики популярные, но с очень высокой конкуренцией, такие как фильмы, знаменитости. Но мне, в принципе, повезло, я могу сравнивать показатели каналов на разные тематики. Потому как веду канал по истории на Дзен, веду канал про фильмы на Яндекс.Дзен, веду канал, который у меня как бы личный блог, хотя я давно уже туда ничего не писал, но у меня есть видео. Так вот, я могу брать видео разных тематик и размещать и на той площадке, и на этой. И сравнивать, где оно больше набрало. В этом видео я покажу, как разместил видео совершенно новое на Яндекс.Дзен. Я разместил те же самые видео на Пульс от Мэйл. Ну и, собственно, мы сравним показатели по тому, сколько людей просмотрели. Мы, ввиду новых функций Яндекс.Дзен, можем даже сравнить доход. К сожалению, на Пульсе нельзя посмотреть, сколько мы заработали на одном конкретном видео. Но там, в принципе, по просмотрам будет все понятно. Вот. А на Дзене это можно увидеть. В общем, давайте перейдем в статистику, и я вам все покажу. Ну что ж, давайте начнем сперва с канала по истории. Что на Дзен, что на Пульс видео выложены примерно в одно и то же время. Что по показам? Первое видео по показам 123 746, второе видео 46 842. Это значит на Дзен. Довольно неплохой результат. Здесь мы можем и другие показатели отследить. Вот у нас глубина просмотра, со временем она падала. Здесь у нас реакция общая и подписчиков. Соответственно, 77% и 93% и 85% и 93%. Довольно положительное, что для тех, что для других. Общее время просмотров понятно, довольно большое. Это уже 443 6 и 893. По просмотрам у нас 32 074 за второе видео и 81 356. Собственно, это у нас более детализированные показатели, но в совокупности нам интересно сравнить вот эти показатели. Ну то есть просмотры. Где больше просмотров? На Дзене или на Пульсе? За одни и те же видео. Ну и значит 32 000 и 81 000. Что у нас на Пульсе? Как мы знаем, на Пульсе просто видео. Мы не можем посмотреть характеристики в админке, потому что у нас нет никаких статистических данных. Здесь просто опубликовано и дата публикации. И в личном кабинете Пульса мы не можем посмотреть какие-то характеристики видео, потому что у нас здесь только написано опубликовано и дата публикации. Никаких статистических данных здесь нет. Но, как мы знаем, видео на пульсе прикреплены к группе ВКонтакте, и уже в группе ВКонтакте отображается кое-какая статистика. Давайте перейдем и посмотрим. Собственно, вот первое видео, которое мы разместили, 862 просмотра месяц назад и 155 просмотров 15 дней назад. Соответственно, ну ни в какое сравнение не идет. 862 и на Дзене у нас это 81 тысяча просмотров, 155 просмотров и 32 тысячи просмотров. Но это что касается канала по истории. Мы можем еще посмотреть канал про фильмы. Здесь сразу оговорюсь, видео, которое на Яндекс.Дзен было про фильмы, я его разместил очень давно. При этом набрало оно не так много, ну то есть 10 тысяч показов у него было и 2328 просмотров. Соответственно, сравним с пульсом, на котором я разместил это видео совершенно недавно. И здесь у нас 3441 просмотр. То есть, в принципе, это видео перегнало видео на Дзене. Соответственно, в чем разница между теми видео и этими видео? Здесь весь контент, который я снял, это снят на мою камеру. На канале по истории я использовал какие-то хинохроники старые. И видеоряд нельзя сказать, чтобы был уникальный. То есть, он со свободными авторскими правами. Но тем не менее, вероятно, уже где-то использовался. Но здесь тоже нельзя сказать, что эта оценка объективна, ввиду того, что то видео на Яндекс.Дзен было размещено очень давно. Это 5 мая 2020-го. Причем, вот тут видео до этого было 2 декабря 2019-го. Вообще набрало 54 тысячи просмотров. Здесь 2 тысячи всего. И то есть, мы сравниваем видео, которое размещено месяц назад, с видео, которое размещено чуть меньше года назад. В любом случае, здесь нужно больше статистических данных. К счастью, мы еще можем посмотреть доход от этих видео. Но только на историческом канале и только на Дзене. На Дзене у нас 267 рублей за первое и 163 за второе видео. На Пульсе мы этот доход посмотреть не можем, потому что там нет такой статистики. Как я уже сказал, нужно больше статистических данных. Но вот из того, что мы сейчас увидели, можно сделать некоторые определенные выводы. Вот такие вот дела. Как мы видим, Пульс по моим тематикам не особо хорошо продвигает видео. Соответственно, и заработок там не очень высокий. Я вам показал канал по истории, я вам показал канал, который про фильмы. Скорее всего, несколько тысяч показов именно просмотров. У меня получилось набрать видео про фильмы, потому что это прям уникальный контент, который я сам снял, который там мое лицо. Ввиду этого Пульс его, конечно, лучше крутил. Канал по истории, естественно, очень сильно отстает. Хотя на Дзене это десятки тысяч просмотров. На Пульсе даже тысячи нет. Словом, бац-бац и мимо. Ну, то есть всего лишь сотни. Хотя на Пульсе от Мэйл и охват по статьям все-таки ниже, чем на Дзен. Ввиду того, что аудитория Яндекс.Дзен все-таки побольше, чем у Пульса. Есть ли смысл выкладывать видео на Пульс от Мэйл? Определенно есть. Во-первых, это разнообразит ваш контент. Во-вторых, лента Пульса выглядит так, что там сейчас на самом видном месте размещаются видео. И высока вероятность, что на видном месте будет именно ваше видео. И высока вероятность, что люди будут подписываться на ваш канал именно с видео. И часто так бывает, что видео не приносит, не приносит никакого результата. А потом одно из них просто выстреливает, набирает большое количество просмотров. Набирает отличные показатели. Никогда не угадаешь, какое это будет видео. Так что, если есть возможность снимать, если есть возможность монтировать, то делайте это. Конечно же, делайте. Ну, по поводу Яндекс.Дзен, я думаю, все и так понятно. Яндекс.Дзен сейчас охотнее продвигает те каналы, на которых есть разный контент. На котором есть и видео, на котором есть и статьи. Качественный контент. Причем, по моим субъективным наблюдениям, очень часто видео отдается предпочтение. Так они вот развивают свою мультиплатформенность. Что касается моего отношения к видео, я бы оставил, конечно, и Дзен, и Пульс площадками исключительно текстовыми. То есть, чтобы там можно было писать статьи. Хотите делать площадку, где будут и тексты, и видео? Ну, блин, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Это как каналы обо всем подряд. Канал обо всем, это канал ни о чем. Также и здесь площадка. Со всеми форматами это площадка, где не работает нормально вообще ни один формат. Да вы что, артиллеристы, писарчиком? Но, к счастью, на Пульсе у нас пока что есть только статьи и видео. Дзен начинает внедрять и короткие посты, и короткие видео, и сторис. И, похоже, пытается превратить себя в некое подобие социальной сети. Но мы с вами понимаем, что Дзен это никакое не подобие социальной сети. Это площадка, где можно заработать. Это площадка, где чем качественнее будет контент, тем больше рекламодатели принесут туда денег. И пока Дзен занимается чепухой и продвигает там всякие коротенькие видео из разряда «Бью палкой лопухи в деревне» Ты что, больной или ударился? А есть и такие видео. Даже есть еще глупее видео. Как я говорил, я вообще записывал видео, запихиваю стельки в ботинки. Причем видео-то неплохо набрало. Так вот, пока Дзен непонятно что и непонятно как продвигает, рекламодатели будут с опаской относиться к этой площадке, рекламодатели будут с опаской вкладывать туда деньги. Потому что репутация наша все. Со статьями, конечно, такое не прокатит. Ты либо умеешь писать, либо не умеешь писать. Если нужно что-то развивать, то лучше развивать одно направление. То есть возьми ты площадку для видео и создавай отдельно площадку для видео. Возьми ты площадку для текстов и создавай отдельно площадку для текстов. Не нужно все смешивать в одну кучу. И я думаю, многие авторы считают так же. Но, к сожалению, ни ко мне они к ним не прислушиваются и будут делать так, как хотят. Ну ладно, пусть учатся на своих ошибках. Ставки в нашей игре тебе известны? Очень жаль, что в связи с этим заработок на обеих площадках очень сильно просел. Причем, как раньше было. Было немного авторов, было немного направлений, ну то есть текстовый формат. И, в принципе, немного авторов зарабатывало более-менее нормальные деньги. Сейчас авторов стало очень много. И, в принципе, все получают небольшие деньги. С одной стороны, многие сейчас подумают, что я тупо не хочу делиться. То есть у меня был нормальный заработок. Сейчас он тоже неплохой. Но намного меньше, чем был. Многие могут подумать, что я просто не хочу делиться. И, наверное, даже отчасти соглашусь, что мне становится грустно, когда я наблюдаю, как падает с каждым днем заработок, который можно получить и на дзен, и на пульс. Просто денег нет. Но меня немножко другое беспокоит. То, что обе площадки наполняются низкосортным контентом. Какими-то не очень качественными видео. Какими-то не очень качественными статьями. Контентом, сделанным на коленке, который получает какие-то совершенно огромные охваты. И, понятное дело, что вроде как работает честная конкуренция. Качественный контент. Если людям интересно смотреть шлак, они его смотрят. Другое дело, повторюсь, что площадка из-за такого контента загибается. Одна площадка точно, вторая еще под вопросом. В общем, посмотрим, как оно будет дальше развиваться. Надеюсь, пульс не пойдет по пути дзена в этом направлении и не начнет вводить какие-то короткие видеопосты, сторисы. Потому что это, ну, никому особо и не нужно. Опять же, мое субъективное мнение. Если вы с ним не согласны, пишите в комментариях. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал. На инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока.